МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чопорная лестница в старинном здании Могилевского краеведческого музея неожиданно обрела яркие краски. Выставка детского рисунка по сказкам Евдокима Романова. Юных художников пригласили в музей, чтобы лично встретиться со знаменитым историком, этнографом и фольклористом, который основал музей полтора века назад. Русское географическое общество одобрило мои намерения и откомандировало меня в Могилевскую губернию. Романов собирал сказки. Он проехал по губернии больше 700 верст. Поздними вечерами, когда заканчивались все работы, он записывал рассказы простых людей. И пока Романов выступал, а дети, они ведь живут в 21 веке, тут же на современном информационном экране пытались добыть о нем больше информации. Это Романов. Сказок около двух сотен. Написаны они трудно, с ятями. Но музейные работники и педагоги постарались донести до детей их содержание. Мне кажется, сказки пропитаны народным духом, таким Белоруссии, старых времен, и они помогают приблизиться и понять историю ближе. Рисунков около полусотни. Самому младшему художнику 6 лет. Все любят сказки. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Меня зовут Набокова Кристина. Мне 12 лет. Я рисовала сказку «Старая собака» и «Волк». Я рисовала сказку про принца, который ушел далеко в лес, и ему помогли медведи вернуться к себе домой. Как будто придумываешь сам свой мир, как ты придумываешь свой сюжет сказки, и потом его отображаешь на леске. Сказочные сюжеты на рисунках. Аутомораль для каждого своя. Если там будешь жадным, то получается, что это плохо, и тогда все равно все вернется на свои места. Жадность с этой сказкой точно связана. Что жадничать не надо, потому что из-за жадности может зависеть жизнь, ну, тут животного зависело, а может в реальной жизни человека. Сказка научила меня тому, что не надо пакостить и вредить людям. И то, что надо делать добрые дела, и тогда тебе будет доставаться больше. И надо добиваться своего. И делать это все позитивно. Вы рисовали специально сказку для музея. Любите вообще музей? Обожаю. За что? Во-первых, это красивая атмосфера. Во-вторых, в них есть история, частица, то есть прошлого. Это просто... Даже передать словами нельзя. История – это интересно, познавательно. Еще в музеях она очень красиво выглядит. Экспонаты красивые. Вот так красиво в нашем краеведческом музее соединились история и искусство. Очень близкие они между собой, потому что в основном искусство рождается, именно должна быть какая-то идея. А идеи часто берутся именно из литературных произведений, из истории. И это, конечно, очень близко. Это симбиоз такой получается. Экскурсия в музей просто так – это, наверное, вчерашний день. А вот привлечь детей, заинтересовать их сказками и самим живым Романовым – вот это здорово и современно. Музеи вообще всего мира и наши, я надеюсь, тоже давно уже перестали быть скопищем экспонатов. Музеи должны работать, работать интерактивно, обучать, играя, но при этом сохранять историчность, сохранять наше наследие. Продолжение майских акций – ночь музеев, на которую юные художники получили приглашение. И, возможно, в интересных музейных экспонатах они найдут новые сюжеты для своих новых рисунков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова